В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Обезопасить медиков. Губернатор Юрий Бездудный потребовал проверить качество индивидуальных средств защиты. Жители Качгарта против антикинотеатра. Бдительные граждане написали коллективную жалобу в прокуратуру. Больше блеска. В нашей рубрике новогодние странички расскажем, в каком образе нужно встречать наступающий 2021 год. Полномочия по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вернут Заполярному району. Ранее их исполняли непосредственно муниципалитеты. Соответствующий закон парламентарии приняли во втором чтении на 32-й сессии собрания депутатов Ненинского округа. Напомню, полномочия были переданы от Заполярного района на уровень сельских поселений в 2015 году. Однако, ввиду отсутствия штатных единиц и материально-технического обеспечения, поселениям сложно самостоятельно их исполнять. Передав полномочия на уровень Заполярного района, точнее вернув, они были перераспределены в 2015 году, мы должны понимать, что органы местного самоуправления сельских поселений, они от этого вопроса не дистанцируются. Они будут участвовать в нем, я думаю, самым тесным образом. Кроме того, будут перераспределены полномочия в области электроснабжения на селе. Для передачи данных полномочий предусмотрен переходный период до конца 2021 года, в течение которого заинтересованные стороны смогут обсудить все вопросы на площадке окружного парламента и определить перечень полномочий, которые сельские поселения смогут исполнять на местах. Теперь информация о текущей эпид-обстановке. За прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители Наринмара и иногородние. Такие данные на утро 18 декабря приводит управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 является 739 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 7 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 58 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 18 человек. Находится на амбулаторном лечении 40 человек. И в продолжение темы. Юрий Бездудный потребовал провести проверку качества средств индивидуальной защиты медиков. Соответствующее поручение губернатор дал в адрес Департамента внутреннего контроля Ненинского округа в ходе оперативного штаба. Наши врачи, они должны быть защищены. И мы не должны рисковать ими. СИЗы должны быть абсолютно надежными. Если будет установлено, что эти СИЗы некачественные, значит будут разбираться уже правоохранительные органы. Кто их закупал и где их закупали. Кто это поставлял. Кроме того, в ходе оперативного штаба Юрий Бездудный поручил начать ПЦР-тестирование детей, возвращающихся с лечения из других регионов, в том числе из Архангельска. У меня к вам предложение договориться с архангельскими коллегами, чтобы этот ПЦР-тест им делали непосредственно в лечебном учреждении, где они проходят лечение. Если там будут какие-то издержки, связанные с оплатой, предлагаю эти издержки взять на себя. Но не мучить людей и сделать им эти тесты по месту прохождения лечения. Также в ходе оперштаба было принято решение снять запрет на работу боулинг-клубов. Как отметил глава региона, с такой просьбой неоднократно обращались представители бизнеса. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Кирхар отметила, что боулинг, как и весь другой бизнес в сфере услуг, должен будет соблюдать противоэпидемические меры. На Печоре в районе Наринмара сформировалась безопасная толщина льда. Согласно постановлению мэрии, безопасность считается отметка в 10 сантиметров. До этого момента выход на лед водоемов запрещен. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Наринмара, по состоянию на 15 декабря толщина льда на реке Печора в районе города составляет 23 сантиметра. На основании постановления заполярного района выход на лед разрешен при толщине льда 10 сантиметров, а выезд на лед снегоболотоходной техники разрешен при толщине льда 16 сантиметров. При этом на основании постановления города Наринмара Выезд на лед автомобильной и автотракторной техники запрещен в местах, где установлены аншлаги и в местах, не оборудованных ледовой переправой. Переправа через реку Печора из-за отсутствия нужного количества снежного покрова на сегодняшний день не оборудована. В связи с этим МЧС России по Ниньском округу напоминает горожанам о необходимости соблюдать правила безопасности. Добавлю, выезд в водоохранную зону автомобильной техники грозит штрафом до 5000 рублей. Не успел открыться проверка. Жители микрорайона Качгард написали коллективную жалобу в прокуратуру Ниньского округа на владельца антикинотеатра. В чем причина такого негативного отношения жителей, что грозит предпринимателю, расскажет Наталья Дуркина. Выход табличка есть. В антикинотеатре сегодня не совсем обычные гости. Помещение досугового центра осматривают сотрудники регионального госпошнадзора. Цель проверки – выяснить, оборудованы ли пути эвакуации. Присутствуют ли первичные средства пожаротушения, сигнализация, а также не заблокированы ли пути подъезда спецтехники. Владелец антикинотеатра уверен, нарушений быть не должно. Ведь он, как ответственный бизнесмен перед открытием, консультировался с представителями МЧС. И вот уже прошел месяц, и мы видим, что сам предприниматель и собственник данного здания идут навстречу, пытаются исправить. Вот, например, даже, что у них были установлены автономные датчики пожарные извещатели. Мы им указали на то, что должна быть автоматизированная пожарная сигнализация. Вот уже на столе предоставлен договор с организацией, и пожарная сигнализация в ближайшие дни будет установлена. Вообще, Тофик долго вынашивал бизнес-идею. Искал помещение, работал над дизайном. И вот спустя несколько недель после открытия – череда проверок. Местным жителям не понравилось, что по соседству появился антикинотеатр. Они написали коллективную жалобу в прокуратуру. Мол, в антикинотеатре есть серьезные нарушения пожарной безопасности. А еще посетители заведения нарушают спокойствие граждан. Я больше скажу, мы еще не открылись. Люди уже начали бегать, узнавать и пытаться меня закрыть каким-то образом. Говорить, что здесь все не по стандартам, грубо говоря. Что-то там нарушено, там нет запасного пожарного выхода. Вот таким образом. Мы еще не открылись даже. Тофик Гамидов пытался пойти на контакт с жителями. Ведь за все время работы в антикинотеатр ни разу не приезжали сотрудники правопорядка. Однако все попытки поговорить с недовольными соседями не увенчались успехом. Никто на контакт не хочет идти. Соответственно, я лично уже никому не стал идти и что-то там разговаривать. Люди, раз не идут на контакт, будем как-то вот таким образом решать вопросы. У нас график работы мы по будням. Получается, с понедельника по четверг мы работаем с 13.00 до 21.00. А в пятницу мы работаем с 13.00 до 23.00. И в субботу воскресенье мы работаем с 12.00 до 23.00. Не в зависимости от ограничений. Мы дольше работать не будем. Потому что я также учитываю, что здесь жилые дома. С проверкой в антикинотеатре побывали и сотрудники Роспотребнадзора. Вся собранная информация и документы будут переданы в прокуратуру в начале следующей недели. Тогда и будет вынесен результат. Мы тоже попытались выяснить у второй стороны, что вызвало такую реакцию у жителей микрорайона Качгард. Однако дома их не оказалось. В Ненецком округе завершились дни ненецкой письменности. Итоги мероприятия по изучению и сохранению родного языка коренного народа подвели за круглым столом. Тему продолжит Александра Литкова. В связи с эпидемиологической ситуацией почти все мероприятия дни ненецкой письменности в этом году прошли в онлайн-формате. Одно из них – «Час чтения на ненецком языке», которое посвятили 115-летию со дня рождения Антона Курерки, первого ненецкого ученого-лингвиста. Обучающиеся присылали чтение произведений Василия Литкова, Алексея Печкова, Ивана Юганпелика, чтение ненецких сказок, произведения из учебников 2-4 класса Толанго книга. Участие в акции приняли 43 школьника со 2-го по 11-й класс. В основном это ученики сельских школ. Хорошие такие работы, с одной стороны, это обучающиеся школы поселка Каратайка, это те, кто из общины Ямто, такая живая, непосредственно живая речь в той среде, в которой они живут. И поразило с точки зрения подачи материала, оформления, это школа поселка Харута, тоже подошли творчески. Музейное объединение и этнокультурный центр также провели ряд тематических мероприятий, например, квест «Сбережем родной язык». Одна из точек располагалась на территории этнокультурного центра, затем в мастерской народных ремесел и в центре декоративно-прикладного творчества. Это все наши филиалы. И что самое интересное, на каждой точке молодежь могла проявить себя в декоративно-прикладном творчестве, знании родного языка, затем можно было проявить художественные способности. Завершились дни ненецкой письменности совещанием в формате видеоконференц-связи с участием представителей органов исполнительной власти, общественных организаций, руководителей учреждений культуры и образовательных учреждений. Языковая речь, среда, которая где бы могла звучать и могли бы говорить на родном языке, практически вот этого у нас очень мало, таких мест. И поэтому мы даже предложили учреждениям культуры, вот они очень много хороших, красивых мероприятий проводят с красивыми названиями на ненецком языке. И вот тоже попросили, чтобы содержание соответствовало тоже красивому названию на ненецком языке. И чтобы звучали почаще в мероприятиях именно ненецкая речь. Еще одно из предложений организаторов – увеличить количество часов по изучению ненецкого языка в школах. Конечно, это не должно быть таким навязыванием, а это должно быть с какой-то такой любовью, теплотой, наверное, и с какими-то такими позитивными настроениями, наверное, нужно привлекать родителей, может быть, встречаться почаще, чтобы родители и дети могли. То есть, может быть, какие-то совместные мероприятия проводить. То есть, вот такую работу внеурочную нужно усилить. Также в рамках круглого стола заместитель губернатора Валентина Сганич поздравила ненецкий самодеятельный театр «Иллипс» с присвоением ему звания народного. Александр Литков, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Вкусно и полезно. В ненецком округе будут делать свой северный гематоген. Региональные участники удивили экспертную комиссию конкурса «Умник». На финал регионального конкурса вышли четыре заявки, одна из которых – от местных производителей. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Татьяна Шишелова не так давно пришла в дружный коллектив предприятия «Заполярный олень». Во время стажировки девушке пришла идея создания лакомства из субпродуктов северного животного. Проходила стажировку, стала изучать свойства и состав субпродуктов. И возникла идея, почему бы не попробовать приготовить, точнее, производить продукт, который будет полезен не только животным, но и людям. Ее идею поддержал генеральный директор организации и стал ее научным руководителем. Помогал как словом, так и делом. Заявка сотрудника нашей компании Татьяны. Суть – обогащенный шоколад с сушеными субпродуктами северного оленя. Так как шоколад у нас уже производят, Никита Яничев, вот решили скрестить, скажем так, его шоколад и тем, чем занимаемся мы. Саму идею подсмотрели у того же гематогена. На сегодняшний день шоколад с полезными свойствами северного оленя еще не готов. Дальнейшим шагом будет изучение и проведение анализа субпродукта северного животного. Договорились с САФУМ. Они будут делать анализ, экспертную оценку органолептических свойств субпродуктов. И также нужно будет разработать дозировку, которая будет приносить максимальную пользу для человека. К слову, с производителем шоколада Никитой Янчевым Владимир Верейкин познакомился задолго до этого проекта. Заполярный олень поставлял для Никиты главную начинку – северную ягоду. Пока просто было непонятно, в каком виде это будет и какой будет конечный продукт. Но вот отработав какое-то количество времени, мы вот пришли к рецептуре. Она сейчас правда на согласовании, то есть на нее же нужно получить все лицензии и сертификаты. Но вот пока работа идет, на сегодня она идет, и я думаю, что в конце мы получим хороший результат. Конкурс «Умник» проводится уже во второй раз. Он направлен на поддержку молодых ученых. В этом году заявки присылали из разных регионов страны. Главными критериями к заявителям – возраст от 18 до 30 лет, гражданство России, а также участник не мог повторно отправлять заявку в случае, если уже подавался на конкурс ранее. На сегодня представителей 82 регионов. То есть в каждом регионе проходит свой конкурс. Участники потом на федеральном уровне после финала, вот когда заявка уходит на утверждение, они уже между собой не соревнуются. Это дополнительная экспертиза уже самого фонда. Ну вот на инновационных проектов они все-таки оценивают проекты еще сами дополнительно, после всех ступеней прохождения, и принимают решение о поддержке, либо нет. Заявки принимались по шести основным направлениям. В Немецком округе в финал вышли четыре участника со своими проектами. Первая заявка – это разработка автоматизированной системы для выявления раковых опухолей по снимкам МРТ. Потом была заявка на проверку качества алкоголя. Потом была заявка по разработке новых катализаторов с использованием топливного щелочного элемента. Немножко поясню по ней, потому что не очень понятно по названию. Суть заявки заключается в том, что химическую энергию преобразуют в электрическую. То есть это считается более таким дешевым способом, вот этот топливный щелочный элемент. И умники хотят поработать в этом направлении. Также еще была заявка по разработке технологии производства шоколада полезного. Региональный финал конкурса прошел 15 декабря. Все заявки прошли в двухступенчатую научную экспертизу. Экспертное жюри рекомендовало фонду двух победителей. Федеральный финал пройдет в первом квартале 2021 года. Победители получат диплом и грант в размере 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север. До Нового года осталось всего 13 дней. В преддверии волшебного праздника мы продолжаем наш проект «Новогодние странички». В наших выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории и традициях зимнего праздника. Сегодня мы расскажем, в каком образе нужно встречать наступающий 2021 год. За новогодним образом и модными советами Любовь Пермякова отправилась в один из местных салонов. Вооружившись кисточками и спонжами, мастера приступают к работе. Эффектный праздничный образ складывается не только из грамотно подобранного макияжа, но и прически. Поэтому визажист и стилист работают в четыре руки. По их словам, в наступающем 2021 году приветствуется блеск. Вообще 2021 год – это год белого металлического быка. И все рекомендуют, чтобы в образе были серебряные детали. Это может быть акцент на глаза. Мы, например, рекомендуем брать блеск и вдоль роста ресниц, например, добавить серебряную линию. Это придаст образу торжественность и праздничный вид. Тренд этого года – все оттенки серого, голубого, бежевого, а также золотистая гамма. Как раз ее мы выбираем для нашего макияжа. Не забудьте про классическое правило. Яркий акцент делаем либо на губы, либо на глаза. Для новогодней ночи 2021 визажисты советуют все же привлечь внимание к губам. Что же касается прически, то здесь сравнение на естественность. На протяжении последних трех лет тенденции сохранились к естественности, натуральности. Это объемные текстурные локоны, натуральные брови, красивое подсвеченное лицо. И могу сказать, что именно к нам приходят за этим. Как дольше сохранить прическу? Есть какие-то секреты? Да, конечно, есть различные текстурные спреи, стилисты наши именно ими пользуются. То есть это пудра для прикорневого объема, это, возможно, гофры, специальные стайлеры. Кстати, если раньше в парикмахерских нам в буквальном смысле заливали лаком волосы, то в современном мире красоты это недопустимо. По словам стилистов, такие пластичные естественные локоны будут держаться всю новогоднюю ночь. И даже если ваши локоны в процессе празднования Нового года изменились не в лучшую сторону, не бойтесь их поправить расческой, и они вернутся к своему первозданному виду. В завершение образа визажист наносит пудру. Она придаст любому лакияжу завершенность и визуально улучшит цвет лица. Чтобы создать ровный тон, можно добавить немного халайтера для сияния и капельку увлажняющего блеска на губах. Модный естественный мейкап готов. Такой образ у нас получился. Осталось только подобрать наряд. Это мы сделаем уже в следующем материале. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.